Доброе утро! Елена Подольская, здравствуйте, Леночка! Вместе со своим педагогом, знаменитым белорусским и советским бритмейстером, хореографом, народным артистом СССР и Беларуси Валентином Елизарьевым. Валентин Николаевич, здравствуйте и вам! Рада видеть в нашей студии хорошее настроение. В первую очередь поздравляем, безусловно, для... Это так далеко вроде от нашей страны, да, и все-таки вот наши белорусы завоевали такую высокую награду. Расскажите нам, пожалуйста, о самом этом фестивале-конкурсе. Насколько он статусный, насколько он важный в мире танца? Ну, поскольку он седьмой по счету, значит, у него уже есть история. И конкурс собрал 96 участников. Это очень большая цифра для конкурсов. И, насколько мне помнится, из семи стран. Из двух номинаций. Это современный танец, современная хореография и народная. Ну, мы участвовали, естественно, в современной, поскольку Сережа учится у меня по этой специальности. И я его рекомендовал на этот конкурс. А Сережа уже нашел Елену. Прекрасно. И вот они составили дуэты последние полтора месяца, встречались неоднократно. Я немножко принимал участие в их встречах. И вот. Сочинения, которые были там показаны, сочинены специально для этого конкурса. Особенно номер Амальгама. А какие эмоции вы испытали, когда вас объявили о том, что вы победители? На самом деле эмоции были... Больше было эмоций положительных и таких захватывающих дух, когда мы начали танцевать уже в самом финале. Награждение было в самом начале, когда мы выходили из зала, на сцену нас вызывали. Потом было награждение. Потом нам вручили гран-при из рук Рамзана Кадырова. А когда мы уже танцевали, и когда программа была построена следующим образом, выходили исполнители на сцену без объявления, их никто не объявлял. И вот в такой нахлёст, как бы приветствие друг друга, участников, выходили без объявления, танцевали. А когда вышли мы уже, выбежали и стали в точку танцевать, включилась наша музыка, мы уже танцуем, и нас объявляют на сцене обладатели гран-при. И вот уже тогда как-то так почувствовалось вот это. Вот тогда у меня как-то вот так вот в душе. Окончательный риск. Потому что во время номера уже всё закончилось, итоги подведены. И вот больше тогда было эмоций. Понятно, что это какая-то ступень, правильно? Это не пьедестал, на который надо сесть и засесть там на долгие годы. Но для профессиональной деятельности, именно для карьеры вашей какое-то имеет значение именно этот конкурс. Давайте немножко скажем пару слов хотя бы о самой личности, об имени Махмуда Исамбаева. Всё-таки, может быть, современные поколения, не все знают, кто это такой. Это удивительный человек, самородок такой. Наверное, он огромное значение в жизни вообще Чечни в последних десятилетиях, известности Чечни. Талант его был всё-таки в области эстрадного танца. И он выходил за пределы эстрадного танца. Он снимался, например, в фильме «Лебединое озеро». Он был там злой гений. Он танцевал народные танцы лихо. И видите, даже вот этот главный приз, это его танец в чеченском фольклорном стиле. И вы помните, был фильм такой знаменитый, ему посвященный «Танцует Махмуд Исамбаев». Так что я для всех поколений это рассказываю. Одним вспомнить, а другим посмотреть. Я думаю, что, конечно, он представляет этот народ. И его удивительное танцевальное творчество, которым мы наслаждались каждый вечер. Или это было на сцене, или это было в ресторане, где они тут же затевали свои пляски. Или это даже на улице было. Так что мы пережили три дня этих конкурсных в колоссальном впечатлении от чеченской народной хореографии. Давайте мы все-таки сейчас посмотрим хотя бы небольшой отрывок того танца, который же ребята представили в Грозном. А то мы так говорим-говорим, а ничего не видим. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но в современных композициях он какой-то особенный. Что именно вы хотели, раз уж вы, Сергей, автор, я так понимаю, композиции, что вы хотели этим сказать? Чему посвящен этот танец? Ну вообще, если брать номер, который мы танцевали в первом туре, это номер Амальгама и исходить из названия, то в названии зашифрован такой код. Это значит слияние, взаимодействие, соединение. Но если брать урок химии, то это соединение элементов ртути, серебра, ну то есть железа. Вот, ну как бы и по смыслу это тоже очень хорошо легло, потому что мы вот два таких железа, два элемента, которые соединяют. И в номере я постарался это показать в начале, мы в, как, еще не соединенные, еще два раздрозненных, два элемента, которые проходят путь накала, разогрева и слияния в единый элемент. У нас еще как визуализация того, что мы металл, это вот на лице у нас металлические, серебряные, ну как они маски, но они цепи. Ребята, ну конкурс престижный. Скажите, в профессиональном плане, что он вам даст в будущем? И в настоящем в том числе? На самом деле для меня такой конкурс именно такого уровня, это впервые. И если впервые, и я взяла как бы такую победу, то есть мне очень приятно. Я не собираюсь останавливаться на этой победе, хочется дальше двигаться, развиваться и завоевывать другие конкурсы. Особенно, когда рядом, где-то рядом есть такие педагоги. Пожелать вам сил, терпения, такой отдачи, самоотдачи. Искусство без самоотдачи, наверное, нечего там делать. Задуров, куража, разумеется, новых побед, новых наград. И самое главное удовольствие, то работа, которую вы делаете. Мое пожелание, чтобы они, кроме конкурсов, еще сдали мне зачеты и экзамены. Ах, вы о долгах помните, помните. Ну что ж, ребята, ну понятно, что сначала зачеты, потом конкурсы. Ничего не поделаешь. Ну а я напомню, что нашими гостями сегодня были выдающийся белорусский советский балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист Советского Союза Валентин Николаевич Елизарев и обладатели Гран-при, седьмого международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Исамбаева, который прошел в столице Чеченской Республики, Сергей Микель и Елена Подольская. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое. До новых приятных, оптимистичных встреч, я думаю, с новыми победами. Мы прощаемся с нашими гостями, а к вам вернемся после новостей 24 часа. До новых встреч.